Уже не один год жители улицы Сыркашинская живут в темноте. Летом терпимо, а вот когда световой день становится короче, начинают переживать за детей. Совсем скоро они будут ходить в школу и возвращаться по темноте. Как же добиться освещения? Разбиралась Екатерина Сильверстова. Я проживаю по улице Сыркашинская, у нас совсем нет освещения. Вечером нет вообще фонарей. Освещение есть только тот, кто поставил себе во дворах. Мы просили сделать освещение. Нам сказали, что у нас нет столбов старые. В том году или в позапрошлом году нам поменяли. Поставили новые столбы. Освещения как не было, так и нет. Вот у нас улица новые столбы поставили, улица совсем не освещается. Сейчас дети пошли в школу. Нельзя будет пройти, сейчас все в грязи будут. Как вот ходить? Не нужны фонари, потому что грязь зимой вообще будет невозможна. Выколи глаз. Даже в садик идешь по 6-го, уже темно. Когда были, выбирали депутатов. Приезжали, посмотрели, сказали. Ну, когда что-то не будет случиться, тогда мы повесим. Что нужно ждать преступления какие-нибудь здесь, чтобы происходили. Как рассказывают о БТС, финансирования отсутствуют. Поэтому до 2020 года освещения не будет. Жителям Саркашинска посоветовали написать заявление непосредственно в БТС. Однако есть и другие варианты. На сегодняшний день осветить весь, скажем так, частный сектор, мы просто, ну, не в силах. У нас просто для этого нету средств. Ну, и ежегодно, значит, БТС закладывает какие-то, скажем так, в бюджет денежные средства для того, чтобы это все делать. На сегодняшний день, то есть мы внимание тоже обратим на эту улицу. Вот, постараемся, ну, в этом году вряд ли мы это сделаем. То есть постараемся попасть в бюджет 2020 года, да, и, возможно, мы эту улицу тоже попробуем сделать. Я бы хотел порекомендовать, чтобы они, может быть, на своих дворах-то, на домах, то есть повешали свой фонарик, и он бы там освещал хотя бы возле дома дворовую ситуацию. Если бы все так сделали пока бы хотя бы, то я думаю, что уже было бы, скажем так, выход был бы из этой ситуации уже, по крайней мере, сейчас. Если бы жители сами бы купили какие-то светильники, эти прожекторы небольшие, да, а мы бы им просто помогли их просто повешать. То есть, ну, специалисты выехали, вот это я бы с удовольствием сделал. Екатерина Сильверстова, Сергей Ремин. Новости. Мой Междуреченск. Продолжение следует. Продолжение следует...